Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом вас. И вас. С наступившим Новым годом. Начало Нового года. Время подводить небольшие или большие итоги 2019 года уже. 2019 год был ознаменован тем, что началась реализация национальных проектов, в том числе в социальной сфере. Это нацпроект культура, здравоохранение, демография, образование. Вот какие итоги, может быть, небольшие, можно уже подвести работы в прошлом году? Какие, может быть, основные мероприятия проходили? Спасибо большое, что вот в самые первые дни наступившего года вы на самом главном концентрируете наше внимание. Действительно, самое важное, что произошло в 2019 году, это такое широкомасштабное наступление всех национальных проектов. И я бы говорила не в том числе в социальной сфере, а в первую очередь в социальной сфере, потому что те основные четыре направления наших усилий, и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и все, что связано с демографией, а тут и спорт, и социальная защита. То есть весь комплекс, который предоставляет социальная сфера, был направлен на решение национальных задач. И первое, что мы на сегодняшний день уже можем сказать, мы нигде не выбились из графика, мы выполнили все поставленные задачи, все промежуточные итоги, они на сегодняшний день, результаты достигнуты, и итоги, конечно, будут анализироваться очень серьезно. Вот так в двух словах их и не скажешь, будут у каждого ведомства отдельные заседания коллегий, где при расширенном составе в детали будет разбираться все, что произошло с нами и не произошло, и по каким причинам в 2019 году, и куда будем двигаться дальше. Но уже на сегодняшний день мы понимаем, что позитивные сдвиги, они происходят, они произошли, они заметны, и одно то, что долгожданный Дом культуры вернулся, пришел в Архангельское, Чердоклинского района, или там в Средний Сантимир, ну, Малаклинского района, это вообще само за себя уже говорит, что мы двигаемся в правильном направлении. Из такого яркого, интересного, я знаю, что у вас был серьезный там разговор более-менее по культуре, это, конечно, запуск нашей региональной составляющей в этом большом национальном проекте культуры, это проект «Земский театр», за которым, ну, однозначно очень интересное будущее, за которым наблюдаем не только мы сами, но и вся Россия, что получится из этого интересного проекта, который родился здесь по инициативе губернатора. Ну, и наш кукольный театр, который после ремонта открыл двери, и на сегодняшний день побивает все рекорды по активности родителей, которые хотят привезти туда своих ребятишек. В остальных направлениях здесь очень важно сосредоточиться не только на инфраструктурных изменениях, они, безусловно, очень ожидаемы. Мы ждем ремонты школ, мы ждем строительства новых детских садов, мы ждем появления новых фельдшек-акушерских пунктов, мы ждем появления новых спортивных площадок. Но самое главное здесь, за вот этими инфраструктурными, очень важными вещами, не забыть о изменении содержания. Почему, например, опять-таки, возвращаясь к культуре, говорят, ведь не важно только поставить там компьютерную технику в модельную библиотеку, важно изменить содержание ее работы. Не так важно отстроить новое здание школы, хотя сами по себе эти стройки сегодня грандиозные. Губернаторский сотый лицей об этом говорит. У нас на подходе новая школа в микрорайоне «Искра». 1 сентября 2020 года она откроется. Все, что необходимо для лицензирования, уже началось. Роспотребнадзор уже посмотрел, Пошнадзор уже готовится в эту школу. Там формируется коллектив, там формируются новые программы. У нас вообще произошли удивительные вещи. Мы первыми в России на этаже многоэтажного дома, на первом этаже, открыли детский сад «Белки-стрелки». И на открытии этого детского сада у нас присутствовал министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. И детские сады появляются еще то в одном, то в другом районе, мы продолжаем строить. Но важно не только это. Важно, чтобы в эти школы, в эти детские сады зашли новые методики, зашли новые технологии. Откуда, например, в Большом национальном проекте образования отдельное направление с точками роста. Это точки развития гуманитарной и технологической сферы. Это там, где ребята могут знакомиться с 3D-принтерами, с дронами, с всяческими, так скажем, программными моделированиями, которыми до этого были недоступны школьные программы. Для этого есть техника, для этого есть оборудование, для этого есть подготовленные педагоги. Потому что самое главное – это начать менять сознание. Начать смотреть не только в день завтрашний, а через 5-10 лет вперед. Самое главное – это точно понимать, какие кадры нужны будут нашему региону через 5, 10, 20, 30 лет. Поэтому очень серьезное направление, которое мы еще в предыдущие годы серьезно начали развивать – это WorldSkills. И то, что ждет наше профессиональное образование, большое переформатирование, вот такая заточенность на прогноз рынка труда, на подготовку именно тех кадров, которые нужны нашим работодателям. Это, конечно, перспектива 2020 года. Из таких серьезных итогов, про которые нам, конечно, нужно будет говорить и осмыслить, это то, что происходит у нас сейчас в здравоохранении традиционно. Но как-то так вот, к сожалению, сложилось, что это точка наибольшего напряжения. И это понятно, потому что это касается не просто каждой семьи, это всех и каждого касается. Я должен быть уверен в завтрашнем дне, соответственно, я должен быть уверен в том, что если у меня случаются проблемы, мне помогут. И здравоохранение в этом смысле – это, конечно, основное направление удара. Пять новых ФАПов появилось, два врача общей практики, порядка 50 учреждений или их отделений зашли у нас в ремонт или уже отремонтированы. Но и это тоже не главное. Здесь очень важно все, что касается подготовки кадров. И тут, и там по-прежнему звучат очень серьезные, встревоженные слова о том, что я не могу записаться к узкому специалисту, у меня не получается попасть на прием вовремя тогда, когда нужно. Поэтому все, что касается целевого набора, целевого обучения, конкретной точечной работы с каждым амбитуриентом, с повышением квалификации у каждого врача – это то, что останется однозначно в приоритете, то, что мы делали этот год. У нас запущен отдельный проект «Молодое здравоохранение», который, ну, по логике вещей, должен дойти до молодого каждого специалиста, до молодого каждого врача и понять, где у тебя вот перечень тех проблем, которые мешают тебе реализовываться так, как нужно на территории нашего региона. Давай думать, как мы будем вместе это с тобой снимать. И все здесь в кон. И для тех, кто едет в сельскую местность, и земский доктор, земская медсестра, земский фельдшер, и те, кто работает здесь в городе, это, соответственно, постоянное повышение квалификации, постоянная возможность переобучения. Вот для молодых педагогов уже в прошлом году порядка 400 человек воспользовались этой возможностью. Была запущена образовательно-адаптивная программа по очень важным таким вещам, которые связаны и не только с чисто профессиональными навыками медицинскими, но связаны и с конструктологией, и с правильным обращением там и со своими коллегами, и с пациентами, и с многими другими вообще, так скажем, надпрофессиональными вещами, которые помогут тебе комфортно чувствовать себя в той профессии, в которой ты выбрал. Наша задача не то, что там не сокращать, не потерять ни одного медика, для того, чтобы они, собственно говоря, давали уверенность жителям нашего региона. Ну и очень важно, чтобы у самих людей этой очень уважаемой, собственно, очень, наверное, самой важной профессией, на самом деле, было ощущение, что пусть который они выбрали, он правильный. Поэтому все, что будет продолжаться, делается, и с пониманием там по заработным платам. Это федеральный тренд на сегодняшний день, когда мы разбираемся, что, почему, какие оклады, где повысить, как выровнять, как сделать так, чтобы баланс держать вот среди больших коллективов больниц. И с материальным состоянием тех учреждений, где они работают, от маленького ФАПа до большой клиники. И с оборудованием, которое по национальному проекту начало приходить, и будет приходить к нам в больших количествах, и ангиографы, и флюорографы, и маммографы. Все то, что нужно, собственно говоря, жителям нашего региона. Это большая, серьезная работа. И тут самое главное, ну, ни на секунду не останавливаться, и действовать то четко в графике, определенно нам федералами, и определенным нам, нашим губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым. Ну, и еще из национальных проектов и серьезных таких достижений, конечно, стоит говорить о серьезной поддержке семье, которая у нас с этого года пошла и на федеральном уровне. И мы пересматривали возможности капитала семья и его вложения. И любая история, связанная с тем, чтобы в семье был желанным любой ребенок, каждый ребенок, да, вот любая, она, собственно, тоже будет оставаться в центре внимания. И все те позиции, которые мы на сегодняшний день здесь взяли, и по открытию дополнительных мест в детских садах, и по пособиям на прирождение ребенка, и по, вот, с 1 января у нас и подарок новорожденному появилась новая такая история, которая в каждом роддоме будет осуществляться, такой, скажем, первый приятный жест и знак внимания со стороны нас. Ну, одним словом, весь этот комплекс очень важно держать в следующем году, для того, чтобы, ну, практически, как можно быстрее каждый из жителей Ульяновской области понял, что все эти национальные цели и задачи касаются, в первую очередь, его. В завершении нашей беседы хотелось бы попросить вас пожелать ульяновцам в новом году чего-нибудь хорошего, что можете пожелать своим коллегам и ульяновцам в целом. Ой, на самом деле, с удовольствием произнесу. Я желаю вам всем быть по-настоящему молодыми. У нас этот год, который только что наступил и начал свой такой серьезный ход, он не просто год, он год молодых, он год тех, кто не боится мечтать, не боится дерзать, не боится пробовать. На самом деле, молодость – это не столько возраст, отмеченный в паспорте, сколько состояния души, поэтому я всем желаю пробовать, начинать реализовывать самые заветные свои мечты, приходить со своими инициативами, будем вместе думать, как сделать лучше то, что вокруг нас. Ну и мне кажется, самое важное – уметь оглядываться и видеть, в первую очередь, кому нужен ты. Тогда ты обязательно найдешь, кто нужен тебе. И тогда ты на самом деле поймешь, что такое счастье, что такое человеческое тепло, забота. И чем больше счастливых, заботливых и теплых людей будет на нашей ульяновской земле, чем счастливее будем мы все. Спасибо большое, Екатерина Владимировна, за добрые слова. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания.